Сейчас мы находимся в Руанде. Вот такая вот фигня. Все пошло не так. Миша большой мальчик. Как ты ездишь на нем? Остановили на посту, на полицейском. Все прекрасно. Привет МТСу, потому платили взятку, чтобы нам продали бензин вне очереди. Итак, сейчас мы находимся в Руанде, в ее столице, городе Кигали. Что у нас, какие планы на сегодня? Сегодня мы получаем визу в Бурунди. Едем в посольство Бурунди, чтобы в Бужумбуре встретиться с Мишей. Миша с канала Поехавший. Возможно, вы о нем слышали. Оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли посмотреть. Прикольные видео снимают. В общем, мы встречаемся с ними в Бужумбуре. И оттуда у нас начинается наше путешествие до Египта. Почему до Египта? Потому что потом будет Ирак. И в Ирак очень сложно получить визу. И нам придется вернуться в Москву, чтобы заново получать визу. Так же, как мы получали визу в Судан почти полтора месяца. Поэтому у нас есть небольшие перерывы в нашем путешествии, чтобы получить визы. Ну, в общем, как это называется на английском. Make some paper works. Приехали в посольство Бурунди за визой. Оставили тачку на дороге. Не очень круто, но другого выхода нет. Новости не очень крутые. В посольстве Бурунди нас развернули с визой. Сказали, что надо запрашивать визу. Потом она делается 10-15 дней, рассматривается дело. И после этого виза выдается. Собственно, поэтому мы не успели сделать визу в Москве. Потому что мы полтора месяца ждали суданскую визу. Ну, то есть, грубо говоря, въезд у нас был через 10 дней. Вот такая вот фигня. То есть, возможно, Бурунди у нас пролетает. И ребята также не успели сделать визу Бурунди в Москве. И, скорее всего, в Танзании им сейчас скажут то же самое. Поэтому планы активно меняются. День пошел не так, как мы хотели с самого начала. Визу нам не дали. Сказали, ждите. Мы ждали. Сказали, ждите еще. Мы поехали пробовать свои шансы на границе. На границу мы не успели приехать, пока она открыта. Сейчас пойдем посмотрим отель, какой тут рядом есть, комната. Может быть, остановимся на границе, чтобы завтра в 6 утра уже пробовать договариваться с местным пограничником, чтобы он нас пустил без визы. Вот такая вот история. Видимо, сегодня какая-то магнитная буря была, что все пошло не так. Сейчас покажу вам, какую комнату нам предлагают. Может быть, здесь останемся. Но вообще, на самом деле, тепло. Можно хоть в палатке спать на улице. Еще проблем нет. Все прекрасно. Ну что, пойдем посмотрим комнатушки наши. Все нормально. Белые пустые. Все. Окей, good. Сели, заселились в отель, в тот, который он показывал. Сели в бар местный. Вот я пью колу. Миша пьет примус. Ну, Миша большой мальчик. Миша, можно пить пиво. Второй у нас еще молодой. В общем, сидя в баре, познакомились с местными. Сейчас разговариваем с ним на разные темы про жизнь. Решил тоже включить камеру, вам тоже показать. Разговаривали с парнями про всякие там документы. Вот оказывается, у них нету паспортов. Почему ты не имеешь паспорта? Я пью. Он говорит, а помоги мне свалить в Россию. Я говорю, как ты свалишь, если у тебя нету паспорта? Он говорит, ну я получу паспорт. Я говорю, ну сначала получи, потом поговорим. Пусть у человека будет мотивация сделать что-то сверхъестественное, потому что только так можно что-то добить. Поверьте, многие вещи, из которых сейчас кажутся меня обыденностью, год назад, полтора-два года, мне казались сверхъестественными и нереальными. Сознание настолько быстро привыкает ко всему, что нет ничего нереального. Ты это понимаешь. Вот, поэтому надо замотивировать, чтобы он получил паспорт. How much passport cost you set? 40 000. 40 000 паспорт стоит. Ну не так дорого. Ну то есть максимум он получал 5 000 в день. Это 6 долларов. Курс 800-830. Где-то 6 долларов. Ну и, короче, он, как и все таксисты, говорит, я могу заработать 5, а боссу сказать, что заработал тысячу. 7 или 8. Какой день? Ну то есть он, что крутая, для него была бы заплата. 29 долларов. Получается 7-8 тысяч. Он говорит, я два года уже работаю, и не могу накопить денег. Я говорю, ну ты попробуй. Он говорит, у меня просто нет денег, чтобы поехать в Кигали. Я говорю, сколько Поккола стоит? Он говорит, тысячу местных. Я говорю, а билет сколько стоит? Он говорит, 500 местных. You have money for Coca-Cola, but you have no money for ticket. То есть они просто не видят там каких-то простых перспектив, возможностей, с которыми он столько элементарных. Do you play some football? No, I just want to do my job. Он говорит, он не играет ни в какие игры, он только делает свою работу, чтобы ему было что поесть завтра. What's your dream? House. House. Дом у него мечта. How much is cost to be around? Yeah, same area. То есть у него мечта построить дом стоит примерно 10 миллионов, то есть где-то 12 тысяч долларов местных. Ну, в смысле, американских. Короче, вот так вот пообщались немножко. Первое такого рода общение. Пишите, чтобы вы хотели обычно узнавать у людей, которые живут в таких странах. Я буду с ними общаться и что-нибудь спрашивать интересное. Если что-то для вас интересно не прозвучало, пишите. В следующий раз обязательно спрошу. Вот это мы в Руанде, на границе с Бурунди. Очень маленький райончик. Ну, хотя Руанда сама по себе очень цивильная страна, достаточно благополучная. Ну, как видите, обычные люди здесь не так уж и много зарабатывают. Ну, вот ребятам 22 года. Интересно посмотреть, сколько здесь средняя продолжительность жизни вообще, в принципе. Время 5.50, раннее утро. Мы идем на границу после долгой ночи в нашем отеле. Но сейчас на границе узнаем, что вообще, к чему, чего ожидать. Дадут нам визу или нет. Не получилось снять, как мы получали визу. Ну, в общем, договорились с начальником полиции. За 40 баксов он нам поставил... С человека. Да, с человека он нам поставил визы. И вот мы уже едем по Бурунди, едем забирать Мишу и Настю в Бужомбур. Ехать 115 километров. Для примера могу сказать, что когда в прошлый раз я делал визу Бурунди в Москве, это стоило 80 долларов. То есть мы как минимум сэкономили 40 долларов. Ну, неплохо. Смотри, местные дети как развлекаются. Вот такие у них самокаты. Как ты катаешься в нем? Покажи. Круто. Вау, гонки. Нет, не ездят. Нужно по асфальту ехать на нем, а не по грязи. Как ты ездишь на нем? Гомуфия. Вот так нормально. А вы говорите, бедные одессы, деревянные игрушки. Вон люди катаются. Самокат сам себе сделал и поехал. Остановили на посту, на полицейском. Предложили дать им пиво, мы отказали. Тогда они предложили взять пассажира, довести 7 километров до соседнего городка. Но мы великодушно согласились, нам же не сложно. Тем более, сарно в ту сторону едем. Девушка не говорит ни на каком языке, просто сидит и улыбается. What is your name? Акуна. Акуна? Акуна зовут девушку. Находясь в Бужумбуре, столице Бурунди, мы столкнулись с такой проблемой, что не можем с ребятами встретиться. Потому что у них нет интернета, мы сидели в кафешке с Wi-Fi специально. У нас с Мишей МТС и у нас полностью не ловит связь. И вот такая дилемма, что у ребят нет интернета, у нас нет связи. Но рядом с Бужумбурой находится Конго. И в общем, вот мы решили приехать на границу Конго, чтобы у нас поймала связь и чтобы мы могли получить или отправить смс. Передаем привет МТСу. Все, кто хочет подключиться к МТСу, ссылочку в описании оставлю. Вот такие вот у нас тут сложности бывают. Представляете, насколько связь и интернет уже базовая потребность человека, без которой он не может жить и коммуницировать никак ни с кем. Ну, мы думаем, что скорее всего, так как у нас не было связи, ребята пытались нам дозвониться, а вчера у нас еще не было визы бурундийской, то они, возможно, подумали, что мы визу не получим и поехали на границу с Руандой. И где-то мы разминулись. Вот сейчас нам надо окончательно это определить, что все именно так и было. И уже встретиться точно. Так случилось, что, ребят, сегодня мы прождали весь день в Бужумбуре. Это был долгий день. Мы ездили отправлять смски в другую страну. Мы искали Wi-Fi. Потом мы искали бензин. Потому что, как вы помните, с прошлых серий в Бурунде и проблемы с бензином, мы его еще надо найти. Потом мы платили взятку, чтобы нам продали бензин вне очереди. Короче, столько приключений за сегодня. Но они все такие какие-то неснимабельные были. Сейчас мы просто находимся на берегу озера Танганьика. Время 5 часов. Сейчас ребята скоро приедут к нам. И мы уже, наверное, заселимся в отель, потому что сегодня уже не успеем доехать до Руанды. Руанда закрывает свою границу в 6 часов вечера. Руанда закрывает свою границу в 6 часов вечера. После долгих поисков, наконец-то, мы можем воссоединиться друг с другом. Ребята сидят, отдыхают. Привет, друзья! Мы прямой эфир в инстаграмщик ведем. Всем привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин